Эйсер Модель доступна в черном, синим и красном цветах Нетбук упакован в аккуратную небольшую картонную коробку Распечатав которую, обнаруживаем еще одну коробку с ручкой Внутри само устройство Также здесь батарея, блок питания и руководство пользователя С первого взгляда становится понятно, что перед нами рабочее неприхотливое устройство При этом аккуратное и симпатичное Корпус выполнен из пластика черного цвета с гладкой ныне глянцевой поверхностью Она не оставляет на себе следов от пальцев и устойчива к царапинам Нетбук тонкий, но создает впечатление монолитности Крышка мягко и плотно закрывается По бокам корпуса расположены глянцевые пластиковые вставки В которых находятся все разъемы и входы Экран Aspire One 531 диагональю 10,1 дюйма Имеет глянцевое покрытие и снабжен фирменной технологией улучшения изображения Crystal Bright Клавиатура практически повторяет по раскладке настольный Но разумеется в уменьшенной форме Отсутствуют только кнопки цифрового блока Что впрочем уже традиционно для ноутбуков Работать с ней достаточно удобно Хотя некоторого привыкания она все же потребует Тачпад относительно крупный и это важно для комфортной работы Он имеет гладкую поверхность, такую же как и пластик корпуса рядом Правая и левая кнопки объединены в одну монолитную полоску Которая находится внизу Тачпад также поддерживает такую модную и удобную функцию как мультитач Отслеживающую несколько нажатий одновременно Работает Aspire One 531 практически бесшумно Наш нетбук обладает умеренными показателями быстродействия Как и большинство его собратьев, производительность данного Aspire One определяется процессором Atom N270 с частотой 1,6 ГГц Объем оперативной памяти стандартен 1 ГБ Емкость винчестера составляет 160 ГБ Присутствует неплохой набор проводных и беспроводных интерфейсов Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, 3G модем При работе с распространенными офисными программами у вас не возникнет сложностей Как и при использовании функций мультимедиа Не стоит только забывать, что ноутбук не предназначен для ресурсоемких игр и программ Aspire One 531 имеет достаточно большое количество всевозможных разъемов для подключения устройств С левой стороны размещен вход VGA, USB-порт, универсальный картридер, поддерживающий карточки памяти SD, MMC, MS, MS Pro и XD Picture Далее еще один дополнительный картридер для карточек SD С правой стороны находится разъем Ethernet, гнездо питания, два USB-порта и гнезда для наушников и микрофона Нетбук также имеет встроенный микрофон, расположенный с левой стороны под экраном И веб-камеру с разрешением 0,3 Мп На верхней панели находится кнопка включения питания Там же расположены сетевые индикаторы работы жесткого диска, включения Caps Lock и Num Lock Индикаторы активности Wi-Fi, Bluetooth и заряда батареи находятся в передней части ноутбука Под ними кнопки включения беспроводных устройств Aspire One 531 должен понравиться как деловой, так и молодежной аудитории Благодаря своей невысокой цене и неплохой функциональности В то же время в качестве стильного аксессуара он вряд ли удовлетворит ценителей Его дизайн достаточно прост и неприхотлив В целом этот ноутбук является сбалансированным и доступным решением На конец мая 2009 года стоимость ноутбука Aspire One 531 в шестиячейчной батарее В интернет-магазине розетка.ua составляет 464 доллара США или 3596 гривен